В начале аппаратного совещания Сергей Морозов объявил об официальном оформлении всех недавно принятых кадровых решений. Наталья Мартынова заняла пост заместителя губернатора по информационной политике. Наталья Пряникова разжалована замминистра спорта и физической культуры. Министерскую должность завтрашнего дня займет Владимир Лазарев. В администрацию губернатора перешла на работу глава администрации Ульяновского района Маргарита Архипова. Думаю, что коллеги из Совета депутатов Ульяновского района поддержат ее прошение об отставке. И таким образом она, что называется, с сегодняшнего, с послезавтрашнего дня, как там будут правильно юридические документы оформлены, чтобы она приступила к работе. После губернатор поздравил всех собравшихся со столетием Октябрьской революции и перешел к постановке задач на ближайшие недели. С 16 по 26 ноября пройдет декада материнской славы, подготовка которой уже началась. И в рамках этой декады муниципальных образований проводятся следующие мероприятия. Во-первых, это встреча представительной исполнительной законодательной власти, руководителя предприятия различных форм собственности, общественной организации, женщины-матерями и честные женщины-матерей, в том числе награжденных государственных наград материнской славы, занесенных в Книгу почета материнской славы Ульяновской области. Во время декады состоится день правовой помощи детям и день приемной семьи. Семейно-демографическая политика находится в приоритете для руководства региона. В Приложском федеральном округе наблюдается снижение рождаемости. Исключением из списка не стала Ульяновская область. Несмотря на то, что мы по темпам далеко не лидеры, слава богу, но два года подряд такими темпами мы снижаем, показатель нас это не радует. Нас не только это не радует, это достаточно для нас тревожные сигналы. Одной из попыток переломить ситуацию станет проводимая декада, которая должна вызвать широкую дискуссию по поводу того, как улучшить демографическую политику. В следующем году в Ульяновске пройдет финал престижной туристической премии «Маршрут года». Такое право регион получил по итогам проведения конкурса в этом году, на котором смог достойно выступить. Мы собрали рекордное количество призов за историю существования премии. То есть ни один регион в такой количестве гран-при призов не собирал. А вот рейтинг, в котором не все показывают хорошие результаты. В апреле губернаторы и глава администрации муниципалитетов подписали соглашение об эффективности социально-экономического развития. В число критериев входит уровень безработицы, создание рабочих мест, преступность, предоставление услуг в электронной форме и многое другое. На сегодня из 19 целевых показателей, 17 выполнили, то есть это самый высокий результат, два муниципальных образования. Это Кузоватский и Меликейский районы. То есть здесь, условно говоря, не условно, вернее, а как это сказать, слово держит лучше всего. До конца года есть возможность выполнить все взятые на себя обязательства. Хуже всего обстоят дела у Радищевского, Чердоклинского, Цельнинского и Старого Кулаткинского районов. Среди городских округов отстает Димитровград. Особую критику губернатор вызвал в невыполнении некоторых показателей муниципалитетов. Например, создание высокоплачиваемых рабочих мест. Привлек внимание глава региона к проблеме задолженности по заработной плате. За октябрь месяца так резко возошла задолженность, что она с неба упала. Если она, так сказать, до этого формировалась, что называется, то почему никто меры никакие не предпринял? На особом контроле губернатор поручил держать ситуацию с обращениями граждан. За их неисполнение ответственные чиновники будут освобождаться от занимаемой должности. И в заключении о праздничной теме. Только вот ряд обстоятельств делает ее не совсем праздничной. Около полутора месяцев осталось до Нового года. Подготовка городов и сел к главному празднику страны уже ведется. Проблема заключается в том, что жалуются в основном главные архитекторы и главы на недостаточность финансирования и уделение внимания данному вопросу. Поэтому нами было принято решение о проработке обязательного стандарта новогоднего оформления, минимальное. Стандарт рассчитан в первую очередь на небольшие бюджеты районов. Но и в этом случае не везде хватает финансирования. Губернатор дал поручение учитывать особенности каждого муниципалитета при новогоднем праздничном украшении. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.